Булавки, игрушки, монеты и магниты, заколки, серьги и кольца. Батарейки эти маленькие и не очень маленькие детали самые юные белорусы пробуют и на ощупь и на вкус. Каждый год количество таких пациентов вычисляется сотнями. За прошлый год в Брестской областной детской больнице прошли лечение 132 маленьких пациента. Самым опасным в плане проглатывания инородных предметов считается батарейка-таблетка. Речь идет о батарейках, которые находятся в детских игрушках. То есть, ребенок, разбирая свою игрушку, находит штучку, похожую на таблетку, засовывает в рот и дальше все зависит от того, на каком уровне она остановится. Если это пищевод и батарейка активная, то ситуация очень угрожаемая жизни. У нас было несколько неприятных случаев, когда очень поздно выявляли монету, находящуюся в пищеводе у ребенка. То есть, ребенок проглотив, ребенок не умеет еще говорить, но тем не менее, поперек горла фактически у него стоит эта монета. И только когда мама на второй-третий день обращала внимание, что ребенок стал хуже кушать, тогда ребенок попадал на снимок и уже по снимку выявляли, что у него поперек пищевода стоит крупное инородное тело, которое препятствует глотанию. В этом году таких пациентов уже было 80. В настоящее время их трое. Малышка Кира – одна из них. Свои коррективы в беззаботную жизнь маленькой девочки, которой нет еще и трех лет, внесла монета. Ее Кира проглотила сразу после приема пищи. Сейчас здоровью ребенка уже ничего не угрожает, но эту историю мама девочки Татьяна не забудет никогда. Вся еда, которую она не переварилась, потому что быстро время прошло и вся еда вышла. И потом уже желудочные соки начали идти. А так, чтобы показать, что вот ей болит, она не пыталась показать? Больно. А где больно? Вот здесь. А, нет, все болит. Вот она крепко, может показать четко, где ей болит, на настоящее. Ближайшие, буквально первые два часа эти инородные тела должны быть по поступлению в стационар, должны быть удалены. Они все удаляются под наркозом. Это достаточно болезненная процедура, если без наркоза это делать. Поэтому ребенок просто спит, ничего не чувствует. Вообще вещи, которые попадают в пищевод, желудок и кишечник любознательных непосед порой не просто удивляют, а шокируют. Это, к примеру, пучок волос. Его изъяли в ходе операции у подростка. Конечно, это единичные случаи. В основном дети проглатывают мелкие бытовые предметы. Брестские медики, спасающие здоровье и жизнь детей, бьют тревогу из года в год, призывая следить за ребенком, в каком бы возрасте он ни был. Например, была игрушка, она оказалась разобранной, там были батарейки, батареек нет, надо бить тревогу. И в таких случаях, да, нужно госпитализировать в стационарах. Может быть, госпитализация не каждый раз нужна, но приехать в приемное отделение, где посмотрят дежурный хирург, где делают рентгенографию, и если это металлический предмет, его, как правило, видно, где он находится, там или там и там. И в зависимости от этого предмета, опасный он или не опасный, уже выбирается какая-то тактика лечения. Продолжение следует...